приветствую любителей глобальных 4x стратегий вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и я предлагаю поговорить о переносе humankind да да если вы не знали релиз этой долгожданной игры от amplitude studios сначала был запланирован на 21 апреля но недавно разработчики выпустили пресс-релиз в котором заявили что humankind переносится на 17 августа 2021 года они это объяснили во-первых к видом как всегда но это понятно к вид многим передвинул сроки а во-вторых желанием отполировать игру до блеска ну давайте я по выступаю адвокатом разработчиков и чуть дальше я еще расскажу что именно они хотят изменить в игре понятно что вообще в мире не так много глобальных 4x стратегий и это довольно сложная ниша для того чтобы на нее выходить а если мы говорим про квази исторические игры так тут вообще на данный момент только один участник сидмейерс цивилизейшн 6 которая в некотором смысле конкурирует сама с собой то бишь с предыдущими частями с 5 цива 4 и так далее разработчики из amplitude studios никогда не скрывали что выпуск глобальной стратегии о развитии цивилизации их основная цель и предыдущие их проекты endless space endless legend это именно путь к подобной игре но согласитесь просто выпустить хорошую игру это только пол дела тебе надо привлечь новую аудиторию и если 6 цива может себе позволить выходить недоделанной как и было собственно изначально наверно мало кто помнит но наверно в течение лет двух оценки в стиме уже стой цивы были где-то на уровне 60 процентов и постепенно фераксис допиливали допиливали игру и вот сейчас оценки там уже положительные но это после выхода практически трех дополнений многочисленных патчей и по прошествии сколько пяти лет у amplitude studios нету такой возможности они должны сразу выпустить ту игру которая привлечет большую аудиторию у них есть конечно своя база фанов которые любят endless space и endless legend но конкурировать с цивой это совершенно другое именно для этого проходят вот эти все open-dev предварительные знакомства и на основе отзывов игроков amplitude studios решила что игру надо балансировать дальше именно балансировать потому что технически она еще в конце прошлого года нормально выглядела то есть и визуально и технически я уверен humankind уже готова тут вопрос именно в игровых механиках балансе наполненности мира и так далее кроме того разработчики пообещали что 22 апреля начнется следующий этап open-dev а так что совсем без humankind мы не останемся и так что же будут править разработчики эти четыре месяца или пять во первых игра развивается слишком быстро а всех основных ресурсов слишком много поэтому они будут менять скорость и баланс ресурсов в игре например система роста городов было непонятно игрокам поэтому не вернуться опять к избытку еды когда у вас еды добывается больше чем потребляется жителями города растут будет переработана неолитическая эра то есть вот самое начало когда вы ходите чисто вашим племенем еще города не основали потому что там получалось что во первых быстрее можно было перейти в другую эру именно за счет еды это будет балансироваться во вторых слишком мало всяких событий происходит в эту эру они будут добавлять повествовательные события какие-то не знаю что бы это значило но видимо какие-то реально события будут происходить например на вас напал соблезубый тигр покусал и на этом game over будут разбираться со стоимостью исследований чтобы прогресс по технологиям шел более плавно и соответствовал развитию в этой эпохе стабильность станет более важным фактором вообще разработчики говорят что на самом деле стабильность вообще должна быть одним из главных факторов в игре а когда мы рассматривали open-dev то слишком много игроков находила простой путь достичь такого развития когда на стабильность можно было просто забить и все равно хорошо развиваться разработчики говорят что они перебалансируют различные факторы влияющие на стабильность чтобы она создавала интересные проблемы но при этом не подвергала игрока наказанию или разочарованию прям даже интересно очень общее конечно такое описание на интерес что они сделают также по мере развития игры накапливалось слишком много денег и влияния которые некуда было просто тратить поэтому то тоже будет балансироваться будет балансироваться кварталы потому что игроки очень редко строили рыночные или исследовательские кварталы предпочитая строить фермеров или про или производственные кварталы да кстати так и было по ощущению потому что слишком много реальный денег и науки а производства никогда много не бывает будут балансироваться все культуры но разработчики говорят что этого не ожидали что какие-то из культуры будут слишком сильными а какие-то вообще бесполезными а вот в такой игре где каждую эпоху ты можешь выбрать новую культуру и культур всего лишь 10 по моему да в каждой эпохе это очень важно они действительно должны быть сбалансированы ну это естественно так что они будут решать эту проблему так например уникальные кварталы будут ограничены по количеству на территории чтобы сохранить их уникальность будут вводиться какие-то ограничения на количество городов и армии ну что логично как мы смотрели выгоднее было играть одним городом все к нему присоединять и понятно что если один город то наверное стоит как-то и армию ограничить можете одну армию всего лишь на один город можно было бы создавать будут менять механику осады потому что опять же игроки в open-deaf и обратили внимание что захватывать города слишком легко будут менять интерфейс дипломатии потому что хотя сама механика дипломатии действительно интересно она учитывает очень много факторов то есть вы не сможете там просто так объявить войну если вы нормально до этого с этой цивилизации общались то само сам интерфейс то есть понять что надо делать в этой дипломатии как это влияет на происходящее в игре было сложно хотя повторюсь механика дипломатии по-моему human kind вообще лучшее из тех что я видел в глобальных пошаговых стратегиях и вообще скажем прямо в human kind вообще главная проблема это интерфейс он несомненно улучшился со времен игр во вселенной endless но все еще требует серьезной работы и здорово что сами разработчики это признают рассказывают об этом своем блоге и действительно ощущается обратная связь сообществом чего кстати точно не было после релиза шестой цивы там вообще было такое ощущение что игроки сами по себе феракси сами по себе и чё там какие-то правят вещи в игре которые игрокам абсолютно до фени улучшат экран торговли потому что тоже на самом деле фиг понятно что там происходит им я об этом догадывался просто потому что я играл в предыдущие игры там плитают studios а для новичков которые захотят поиграть в новую глобальную стратегию будет все это очень непонятно ну и вообще несколько абзацев посвящено тому что amplitude studios работает над повышением ясности пользовательского интерфейса и улучшение понимания игроками некоторых систем humankind особенно новичками есть еще больше будет всплывающих подсказок они вставят какие-то видеоролики внутрь игры объясняющие основные концепции ну и главное в нескольких предложениях улучшения пользовательского интерфейса у территории появятся название но это аллилуйя это уже по моему вообще должен быть как бы изначальный изначальное удобство в игре потому что уже и world world вы можете обзывать найденные вами территории и в 6 циве они уже сразу имеют название это все очень важно потому что действительно и добавляет атмосферности и лучше читаемость карты становится станет яснее почему меняются идеологии как их сменить это реально тоже даже мне не очевидно было и на что они влияют было не особо очевидно изменение регионов сделать ну точнее как не их границ а возможность их отсоединять от города видимо там где стоить какой-то новый город ну и будут работать над битвами например чтобы яснее был прогноз по итогу битвы и правильнее рассчитывался например чтобы проще было автоматические битвы проводить если там реально большой перевес в общем работа еще не початый край и я видел меня в комментариях народ возмущался во-первых переносу во вторых сравнивал почему-то с киберпанком 2077 когда тоже типа с весны перенесли примерно на осень и потом вышла фигня полная я понимаю тоже хочу чтобы нам вот прямо сейчас выпустили офигенную игру но вы же понимаете что перенос происходит не просто так очевидно что разработчики чувствуют какие-то проблемы и как я говорил в начале видео они не могут выпустить игру а потом эти проблемы решать по мере поступления негативных отзывов от игроков в данном случае amplitude studios вынуждены выпускать отполированную игру иначе они проиграют в конкуренции у них нету такой фан-базы как у сиди project а с киберпанком когда даже выпустив сырую недоделанную поделку они все равно получили прибыль и нету такого чистого поля без конкуренции как у цивы когда ты уверен что в этом жанре ты просто монополист amplitude studios открыто общается с игроками очень четко и понятно рассказывает о своих планах о том что они делают с игрой поэтому пускай откладывают я уверен что игра выйдет хорошая а уж в их таланте я не сомневаюсь здесь вопрос только в том сможет ли она стать шедевром и сможет ли она составить конкуренцию вот это важно это действительно важно потому что это будет означать развитие нашего с вами любимого жанра такого количества новых механик вообще оригинальных как в химон камень я давно не видел хотя почему-то люди до сих пор мне в комментариях под некоторыми видео пишут что это клон цивы в каком месте он клон я не понимаю это настолько много там разнообразия что ну да ладно действительно надо наполнить мир событиями надо яснее его сделать для игроков и радует что разработчики это понимают и собственно этим и занимают и плюс к тому же 22 апреля опять open dev начнется так что давайте через две недели и даже меньше это 11 дней наверное через 11 дней мы опять посмотрим что сейчас изменилось в human kind нам всем выгодно чтобы эта игра получилась хорошей и вышла без проблем потому что еще раз повторю это будет двигать жанр глобальных 4x стратеги вперед ваше соображение по этому поводу надеюсь почитать в комментариях спасибо что дослушали меня до конца играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока